Ульяновская Мордовия объединяет усилия. Нашим предприятиям есть что предложить соседям. К примеру, лазерная резка металла, тяжелые станки, крупногабаритные металлоконструкции или штамповые оснастки. Крупнейший российский производитель грузового подвижного состава «Русхиммаш» готов сотрудничать с ульяновскими компаниями. Об этом говорили во время рабочего визита губернатора Ульяновской области Алексея Русских в Мордовию. Компанию ему составили руководители машины и станкостроительных производств. Уверен, что это укрепит наши взаимодействия как по уже имеющимся направлениям, например, с ульяновским предприятием «Халтек» по высокотехнологичной механообработке, так и позволит создать новые точки притяжения кадров, инвестиций и коопераций. Есть договоренность у ульяновцев и с другими предприятиями соседей. В дальнейшем стороны обсудят поставки узлов и агрегатов машин, защитных кожухов и кабин для станков. Мордовских коллег интересуют также наработки ульяновцев в сфере композитных материалов. Поэтому ответная бизнес-миссия в наш город состоится в ближайшее время. У нас в наших предприятиях есть интерес в поставках и режущего инструмента. Есть интерес в обучении профессионалов, которые работают на станках ЧПУ. На наших площадках мы их можем обучать. У нас есть уникальное предприятие Кирургский завод по ремонту судов, который также может часть заказов, а ведь русский машин сейчас работает с перегрузкой, мощности перегруза, но он может часть заказов размещать у нас на Кирургском судостроительном заводе. Во время встречи с главой Мордовии Артем Сдуновым обсудили и вопрос логистики. Соседи могут доставлять грузы своих импортеров в прямом контейнерном поезде Ченду-Ульяновск. Нам надо использовать тот логистический путь, который Ульяновск проложил в Китае. Мы сейчас переориентируем туда нашу и лесопромышленную, все эти технологии продажи западных стран, другие направления, посмотреть внешние торговые балансы по машиностроению, по оборудованию, по оснастке. Бизнес, он знает, он сам чувствует, куда ему надо прийти и где, чтобы не просесть и продажи его не просить. Подписали главы регионов два соглашения. Первый – по развитию экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Второй – согласование границы между регионами. Ранние границы складывались из фактического использования. В документе упорядочены все земельные отношения, чтобы не допустить нарушений в будущем.